Продолжаем наше занятие, посвященное вопросам идеологии. На прошлом занятии мы говорили о первом разбираемом нами атрибуте действия, а именно о воле. И мы сказали, что воля, то есть ирада, которую мы переводим как воля, имеет два значения. Первое значение – это любовь. Это значение приписано в том числе и Богу в Священном Коране. Сказано, вы стремитесь, вы желаете, вы любите наслаждение этого мира, а Бог любит для вас наслаждение будущего мира. То есть более качественные, более возвышенные наслаждения. Здесь слово ирада, то есть воля использовано в значении любви. И мы говорили о том, что Бог, несмотря на то, что является всемогущим, несмотря на то, что Бог полностью владеет человеком, человек полностью находится в распоряжении Бога, и Бог является аль-кайюм, то есть вседержателем, именно на нем держится все бытие, в том числе и человек, несмотря на это, Бог не заставляет человека, не вынуждает человека стремиться к тому и симпатизировать тому, что любит сам Бог. Он предоставил ему свободный выбор, возможность выбирать самостоятельно, но при этом указал на него, указал человеку на то, что он любит, на то, что он предпочитает для человека, для самого человека. Но при этом сам это действие не выполняет, сам не толкает, сам Бог не толкает человека в этом направлении, по этому пути, а предоставляет ему возможность самостоятельно действовать. И второе значение воли, которое мы также разобрали, объяснили, это решимость к действию. И мы сказали, что эта воля имеется также у человека в этом значении, имеется и у Бога. Человек, например, решив что-то сделать, делает. И эту решимость мы называем волей. И эта же воля присуща, но качественно другая. Воля в этом значении присуща и Богу. Например, в священном Коране сказано, «Иннама амруху, ида арада шайян, ан якуля ла хукун фаякуун». Когда Бог чего-либо пожелает, то Он говорит этой вещи «будь», и она сбывается. И это безграничное отличие между волей человека и волей Бога. Во-первых, воля Бога не имеет тех вступлений, которые имеются у воли человека. Человек, прежде чем решить что-либо, он оценивает, исследует, интересуется, даже если совершается это действие подсознательно. Эта воля, эта решимость, которым обладает человек, она возникает и исчезает. В отличие от воли Бога. Воля Бога не имеет этих предпосылок, не имеет этих вступлений. Бог не исследует, Бог не интересуется. И воля Бога, решимость Бога, в том числе и любовь Бога, не имеет начала и не имеет конца. То есть она не возникает и не исчезает. Единственное, что можно подчеркнуть в данном случае, значит, то, что если Бог из извечности знал, например, что в такое-то время, в таком-то месте он хочет совершить то или иное действие, например, создать такого-то и такого-то человека, то эта воля, это желание, эта любовь существует из извечности. Но человек возникает именно в определенном месте, в определенное время, в определенном отрезке времени. Это друг друга ни в коем случае вечность, извечность, неизменность воли Бога никак не противоречит тому, что творения возникают спустя какое-то время или же в каком-то определенном месте. Итак, говоря о втором виде, о том, что, решив что-то, Бог приказывает эту вещь, и эта вещь здесь сбывается. Необходимо подчеркнуть следующее, что в этом значении воля Бога безгранично отличается от воли человека, потому что воля человека, помимо того, что обладает этими вступлениями, которые были упомянуты, и, помимо этого, человек не сразу достигает того действия, относительно которого обретает решимость. И это обусловлено тем, что человек ограничен. Человек ограничен, и поэтому не сразу может исполнить свое желание, не сразу может исполнить то действие, относительно которого имеет решимость, В отличие от Бога, Бог говорит вещи «будь», и она сбывается. То есть нет какого-то пути, нет каких-то действий, нет какого-то движения, вследствие которого возникает какое-то действие, ни в коем случае. Богу достаточно сказать вещи «будь», и она сбывается. Это второе значение, второе значение воли Бога. И в этом значении, именно во втором значении, а именно решимость к действию, это является атрибутом действия. В первом значении это, конечно, атрибут самости. Воля в первом значении это атрибут самости, то есть любовь к действиям людей, к их поступкам, любовь к своим собственным действиям, к собственным поступкам, к собственному созидательству. все это самость Бога, извечное, изначальное, имеющее начало. В отличие от второго значения воли, который является атрибутом действия. То есть, другими словами, когда мы говорим воля во втором значении, а именно решимость к действию, мы говорим о том, что Бог не изменен, и в нем ничего не меняется. Меняется только окружающее, меняется только мир творений. Появляется новое творение, или исчезает новое творение, возникает что-либо, или исчезает что-либо, но при этом Бог не изменен. Его любовь, его симпатии к чему-либо, к какому-либо действию, оно неизменно, оно извечно. Меняется только окружающее, но при этом мы говорим и приписываем этот атрибут именно Богу. Мы говорим, Он желает, Он есть желающий, но при этом в нем никаких изменений не происходит. Как не происходит никаких изменений в человеке, который только 10 минут назад или 5 минут назад стал братом, или стал отцом, но до сих пор об этом еще не узнал. Точно так же, как в этом человеке ничего абсолютно не изменяется, ничего не меняется, он остается тем же, кем был прежде, так же и Бог. Бог неизменчив, и от того, что возникло творение, от того, что исчезло творение, или изменилось творение по воле Бога, от этого в Боге совершенно ничего не изменяется. И поэтому, если бы Бог во втором значении ничего не возжелал бы, и ничему не сказал бы, кун, будь, то Бог был бы совершенен, безграниченно совершенен, и не имел бы никаких недостатков. Потому что этот атрибут именно в этом значении является атрибутом действия, то есть не является атрибутом совершенства. И поэтому, обретя этот атрибут, обретя волю, Бог, опять-таки, ничего не приобретает какого-то совершенства, кроме того, что мы называем теперь его мурид, то есть желающим, изъявившим волю, ничего, кроме этого, не меняется. Но если ничего не меняется, вы спросите, почему же мы его называем мурид, почему мы его называем изъявившим волю? Потому что изменился окружающий мир. Как в том ранее приведенном примере. Потому что у него родился брат, изменился окружающий мир. Изменилось нечто вне его. Но братом стал именно он. Так же и здесь появилось новое творение, или изменилось это творение по воле Бога. Он этому творению сказал, будь, и оно сбылось. Появилось новое творение, обрело бытие. Но в Боге совершенно ничего не изменилось, несмотря на то, что именно его мы называем мурид, именно его мы называем изъявившим волю. Итак, что касается доказательств этого атрибута воли, то самым ясным и недвусмысленным доказательством является творение. Является Вселенная, окружающая нас мир. Потому что это именно атрибут действия, именно через действие, именно через созидательство, именно через творение доказывается этот атрибут. Помимо этого, имеются и указания в Священном Коране. Мы и ранее упоминали об этом в некоторых аятах. Приведем еще один аят. «Инна маа ковлюна ли шаиин, ида аляднаху анна куля лаху кун фаякун». Это другой аят, который свидетельствует о том же, что было прочитано из Священного Корана ранее. «Когда мы говорим вещи, когда мы желаем его, желаем вещь, мы всего лишь, только лишь говорим этой вещи «будь». То есть, пожелав что-либо, пожелав какое-либо действие совершить Бог, говорит этой вещи «будь», и она сбывается. И свидетельством, доказательством того, что этот атрибут является. Атрибутом действия являются предания. В частности, в предании, в одном из преданий сказано то есть, желание, воля являются чем-то возникающим. Но в чем это возникновение? Что возникает? Когда мы говорим «мухтасатун», то есть, возникает, мы говорим об атрибутах действия. Когда возникает этот атрибут? Когда появляется мурат, то есть, появляется тот, кого пожелал Бог, тот, кому сказал «будь». Именно тогда появляется этот атрибут, и Бог становится изъявившим волю, возжелавшим. Когда появляется творение. Это особенность атрибутов действия, и атрибуты самости подобными особенностями не обладают. Это первый атрибут действия из тех, которые мы разберем. Далее мы разберем другие атрибуты действия. Но, к сожалению, наше время сегодня подошло к концу. Поэтому я прощаюсь с вами. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Субтитры подогнал «Симон»?